всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников скульпторов описание к этим работам по книге великий музей мира питер павел рубинс гнев ахиллеса 1630 1635 годы дерево масло 44 на 46 самый яркий представитель искусства северного барокко питер павел рубинс был родом из антверкон став придворным живописцем герцога мантуи в италии он много путешествовал по этой южной стране 1603 году художник отправился в испанию где впервые познакомился с полотнами тициана и рафаэля в коллекции короля он был заворожен увиденным с тех пор в поездках по разным городам италии тщательно изучал творчество таких мастеров как рафаэль микеланджело и караванджа после возвращения в родной город живописец работал при дворе испанских наместников управлявших голландии он открыл собственную студию которая стала пользоваться заслуженным успехом у рубинса учились многие знаменитые творцы такие как антони сван дейк и якоб йорданс пой богиня про гнев ахиллеса пилеева сына гнев проклятой страданий без счета принесших окейцев первые строчки легендарной или ады гомера известны всем представленная работа 4 серии из восьми подготовительных рисунков маслом которую рубинс создал для гобеленов на тему жизни главного героя или данный эскиз показывает сцену ссоры ахиллеса с царем агамемноном в нем видны все характерные черты живописи барокко композиция очень динамично пронизана движением и светом герои эмоциональные они жестикулируют резко разворачивается в энергичных позах стоит обратить внимание на их активную мимику и особый интерес автора к рукам как выразительной напрягшиеся мышцы светотеневая моделировка также типично для барокко пышное одеяние струятся живописно падают тяжелыми складками золотой цвет царского дворца придает сцене сияние даже в таких на первый взгляд несущественных работах как подготовительный картон для гобелена видны виртуозность рубинса сила его таланта вот такое описание по книге великий музей мира к работе гнев ахиллеса автор питер пауль рубинс около 1635 года пока пока до свидания у Продолжение следует...